всем привет с вами кекс и сегодня я делаю очень вкусный тортик с клубничкой и для этого тортика я буду делать масляный бисквит он получается абсолютно такой же пористый рыхлый и очень красивый и вкусный но в то же время сочный поэтому давайте его же сделаем помимо того что у нас идет стандартно на бисквит вы видите у нас входит еще туда 100 грамм масла некоторые взбивают масло добавляют яйца к маслу и тогда уже добавляют муку но тогда ваш бисквит получится абсолютно забитый невкусный и я бы сказала такой тягучий что ли как кусок резины поэтому что шифоновые бисквиты что вот такие массе на я делаю немножко по-другому изначально делаю точно также как на классический бисквит если вы смотрели то я взбиваю изначально белки со щепоткой соли потом постепенно добавляю сахар вместе с ванилькой и взбиваю это все до растворения сахара я не оставляю вторую половину сахара ничего вот сбиваю все как полную пропорцию меня указаны после того как сахар растворился в моих белках ввожу яйца точнее желтки буквально чуть-чуть перемешиваю для того чтобы желтки смешались хорошо и добавляю соду суда обязательно нужно погасить газете будут девяти процентным уксусом его нужно буквально капельку для того чтобы не давал никакого привкуса и вот так все перемешиваю для того чтобы вся сода погасилась и добавляю это все быстренько к моим взбитым яйцам и сразу же выключаю миксер для того чтобы моя моя воздушная масса не села и теперь прямо сюда же я сразу буду просеивать всю муку нежная легкая воздушная масса у меня сейчас получается мне нужно полтора стакана стакан у меня граненый 200 граммовый вот полный стакан это получается где-то 130 грамм муки поэтому нам их где-то плюс-минус нужно 200 грамм муки кто будет пользоваться весами зависимости также от вашей муки теперь аккуратненько перемешиваем и вмешиваем всю муку буквально несколько движений для этого понадобится мука отлично расходится если у вас мука не расходится в тесте значит тесто у вас было изначально немножко жидковатое долго старайтесь не мешать для того чтобы она все не села когда уже мука практически вся вмешалась и нету никаких комочков я добавляю растопленное 100 грамм масла именно благодаря тому что масло я добавляю на последнем этапе наши бисквит получается именно легким воздушным и нежным в том же дело что он получается немножко влажноватый вот и в этом его прелесть перемешиваем и отправляем это все добро форму форма у меня здесь 24 сантиметра квадратная мне здесь нужно будет получить всего два тонких коржа поэтому этого количества мне будет головой достаточно если вам нужно будет резать на 3 коржа используйте пропорцию на 6 яиц ставим это все добро в духовку на 180 градусов на полчаса потом убавляем температуру где-то 120 градусов и печем еще минут 10-15 для того чтобы наш бисквит внутри хорошенько пропекся и получается очень ароматный легкий бисквит обязательно дайте ему немножко отстояться несколько часов для того чтобы разрезать его ровненько и он не так крошился обязательно попробуйте это очень вкусно я думаю вам понравится этот рецепт а с вами был кекс до новых встреч пока пока